Мануалистов и всех тех, кто поддерживает эту... Забыл слово. Физкульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель. Вы уже довольно продолжительное время просите меня рассказать вам о тренировках при сколиозе, при различных искривлениях позвоночника. Друзья, сегодня я вам коротко дам свои рекомендации, свои мысли, поделюсь своим теоретическим и практическим опытом. Обещаю в ближайшее время сделать для вас более подробную статью, а впоследствии и видео урок о том, как тренироваться при подобных проблемах. Сейчас же хочу обратиться к родителям. Друзья, только вы в ответе за то, что ваш ребенок получит сколиоз или какое-либо искривление. Потому что в детском возрасте, пока ребенок растет, это все можно исправить с помощью специальной лечебной физкультуры. С помощью специальных упражнений вы сможете это все исправить, друзья. Но следите, следите за вашими детьми. В моей семье был такой случай. Мама поймала брата на том, что он постоянно-постоянно делает уроки, поджав под себя одну ногу. Естественно, когда пошли к врачу, врач посмотрел, ужаснулся, наговорил все, что видит на позвоночнике, и мой брат потерял сознание от услышанного. Естественно, с помощью лечебной физкультуры они все это исправили. Если бы пропустили это, то мой брат тоже бы вырос со сколиозом. Особенно смотрите, если ваш ребенок ходит на такие занятия, как скрипка или что-либо подобное, где идет перепос на одну сторону. Ребенок растет, и расти будет неравномерно. У меня есть такие ученики. И поверьте, потом это очень сильно мешает жизни и эстетически, и, естественно, при движениях, при занятиях тем или иным видом спорта. Давайте поговорим, как тренироваться. А тренироваться, друзья, необходимо при любой степени сколиоза, при любой степени искривления. Просто будут определенные рекомендации. Для начала я вам скажу следующее. Вы должны ходить, помимо тренинга, и к массажисту. Для того, чтобы снимать спазмы со спазмированных мышц. Вы должны понимать, что тот, кто ничего не делает, имеет больше спазмированных мышц, тем тот, кто тренируется или занимается тем или иным видом деятельности. Да, это факт, это статистика. Мышцы, не получающие нагрузку, спазмируются, воздействуют на позвонок, воздействуют на ту или иную кость. Происходят очень нехорошие и неприятные для нашего организма вещи. Чтобы этого избежать, нужно следить за тем, чтобы спазмов не было. Тренировка – лучший способ избавления от спазмов. И массаж. Но здесь хочу сказать сразу и предупредить. Никаких мануальных терапевтов. Друзья, мануальные терапевты способны загнать вас в могилу. Это я вам говорю в прямом смысле, не в переносном. В России нет такой статистики. В Америке вы можете поднять статистику и увидите, что от манипуляций с вашей шеей погибает в Америке до 30 человек минимум. Представляете себе? Вы хотите подвергнуть себя такому риску. Тем более, что мануалка, она не панацея и она не помогает. Если кто-то чувствует какое-то облегчение после мануальной терапии, это ни о чем не говорит, потому что уже через день-два вы будете чувствовать все те же проблемы, которые были у вас до этого физического воздействия с вами. Массаж, хороший спортивный массаж, глубокий массаж мышц нужен, необходим. Но ни в коем случае, ни мануалка, каким бы ни был специалист, что бы он вам ни говорил. Особенно нам любят впаривать, что как же ты можешь что-то делать, сначала нужно поставить позвонки на место. Друзья, невозможно поставить позвонок на место, невозможно сдвинуть позвонок. Если вы это сделаете, вы посадите человека в инвалидное кресло. Это просто смешно. Кто более-менее понимает, разбирается в этом вопросе. Спросите любого грамотного медика. Он вам это подтвердит. Что касается тренинга, друзья. Вы все видите в интернете сейчас, у кого-то в зале, как тренируются люди со страшнейшими искривлениями, сколиозом. В Америке очень часто, я вижу, как занимаются пауэрлифтингом подобные люди, тянут, приседают на рекорд. Вот этого делать не нужно. Никаких рекордов, никаких проходов, никаких даже отказных подходов. Никаких подходов до отказа. И естественно, идеальным будет, если вы будете останавливаться, где-то за 4, минимум 3 повторения до того, как наступит мышечный отказ. Вы научитесь это чувствовать. Ваша тренировка должна носить оздоровительный характер, как будто вы занимаетесь лечебной физкультурой. Вы должны получать удовольствие, чувствовать кровонаполнение, но ни в коем случае не задерживать дыхание, не тужиться, не подходить к отказу и уж тем более не доводить себя до отказа. Вы можете смело приседать, вы можете смело делать становые тяги, работать на том или ином тренажере. Не бойтесь гантелей, не бойтесь штанг, бойтесь выполнения упражнений одной рукой, бойтесь выполнения упражнений одной ногой. Если вы это делаете одновременно, это не страшно. Самое главное, запомните, работаем от 12 до 15 повторений, такой диапазон, никаких отказов, хорошо дышим, много пьем, ходим на массаж и самое главное, естественно, спим, восстанавливаемся, питаемся, принимаем витамин D, BCA, вечером витамины группы B и чувствуем, как улучшается наша жизнь. Самое главное, друзья, двигайтесь. Движение делает всех нас лучше, движение помогает нам становиться лучше и в прямом и переносном смысле. И когда вы сидите или лежите на диване, вы, подобный стоящий в воде, начинаете загнивать потихонечку, покрываться илом. А чтобы как-то улучшить движение, улучшить свою жизнь, вы обязаны двигаться, обязаны тренироваться. Мой личный опыт, когда я жил еще в России, ко мне в зал ходил парень, ДЦПшник. Его сначала приводила мама, потом он по стенкам приходил сам. И где-то через год, я смотрю, парень уже ходит сам. Да, коряво, не так, как мы с вами, но вы не представляете, какое уважение было ему со всех сторон. Все, кто это видел, просто, ну, восхищались им. И парень это чувствовал, парень это видел. Все с ним здоровались, все его поддерживали. Естественно, его это мотивировало. Поэтому, друзья, не бойтесь, не слушайте тех, кто говорит вам, что вам нельзя тренироваться. Вам нужно тренироваться. Вам нужно тренироваться больше, чем нам, здоровым людям. Вы тоже здоровый человек. Вы просто немножечко, благодаря вашим родителям или каким-то другим ситуациям, выросли немножко не так. Ваши кости не туда стали расти. Но это не значит, что вы отличаетесь чем-то. Нет. Дерзайте, друзья, тренируйтесь. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайк. Пишите, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Мануалистов и всех тех, кто поддерживает такую практику, я сразу призываю не рвать куканы. Просто ставьте дизлайк, пишите, что вы с этим не согласны. Это мы и так понимаем, что вы будете не согласны. Обязательно, друзья, поделитесь данным роликом в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей с проблемами со сколиозом увидели и присоединялись к нам, тренировались вместе с нами. Мы по возможности будем помогать. И становиться лучше все вместе. Только так, никак иначе. Друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что присылаете ваши вопросы. Обязательно пишите их в комментариях. Вы видите, на все вопросы я отвечаю. На многие снимаю подобные видеоролики. А самые лучшие вопросы, естественно, освещаются очень широко и подробно. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!